Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – наблюдение над употреблением в тексте местоимений. Я и мы, ты и вы, он, она, оно, они – все слова отличные. Важные и личные – это, без сомнения, все местоимение. Сегодня на уроке мы с вами поговорим о местоимении. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Иными словами, мы употребляем эту часть речи вместо имени. Давайте поиграем. Как вы назовете себя? Я. Как вы назовете всех нас? Мы. Как вы обратитесь к своему другу? Ты. А как вы обратитесь ко всем своим друзьям? Вы. Кому еще можно обратиться, употребив местоимение «вы»? Местоимение «вы» употребляется при обращении ко взрослому человеку. Как вы обратитесь к своей подруге и назовете ее? Она. Как вы назовете своего друга? Он. А как вы скажете об облаке? Оно. Все вместе ваши друзья будут они. Я получила очень интересное письмо с заданием для вас. «Алло, здравствуйте, Настя. Это я, Полина. Ты хорошо меня слышишь? Да, привет, Полина. Мне нужна Даша. Скажи, пожалуйста, она дома? Нет, она ушла в магазин. А Саша? Где он? Саша ушел на секцию по футболу. А они скоро придут домой? Не знаю. Спасибо, Настя. Пока. Пока я читала текст, вы вспомнили, что перед вами записан диалог. Послушайте задание. Давайте определим в записанном тексте местоимение. Итак, обратимся к первой реплике. «Алло, здравствуй, Настя. Это я, Полина». Право из вас те, кто определил местоимение «я». В следующем предложении мы нашли местоимение «ты». Встретилось местоимение «она», «он», «они». Итак, местоимение нам помогли указать на тех людей, о ком говорилось в письме. Прочитаем предложение. В лесу расцвели прекрасные ландыши. Ландыши охраняются государством. Вы заметили, что в предложениях повторяется одно и то же слово – ландыши. Чтобы избежать повторов, в речи используются местоимения. Слово ландыши существительное множественного числа, поэтому мы заменим его местоимением множественного числа «они». Тогда второе предложение будет звучать следующим образом – «они охраняются государством». А в нашем тексте не будет повторов. «Стройна, как березка», «красива, как березка». Вы слышали эти слова? Именно так говорят о стройной, красивой женщине. Березу, милую, родную, считают символом России. Береза воспета в музыке, живописи. О березе написано немало стихов, рассказов и сказок. Красивые слова, но я думаю, вас тоже смутил повтор слова «береза». Давайте отредактируем текст, чтобы не было повторов. Первое предложение оставив без изменений. Во втором предложении слово «береза» заменим местоимением. Береза – существительное единственного числа, женского рода, поэтому и местоимение мы должны подобрать соответствующее. Вы согласитесь со мной, если я подберу местоимение «она», тогда предложение будет звучать следующим образом – «она воспета в музыке, живописи». Заменим слово «березе» в третьем предложении. Подумайте, о березе говорят как о ней. Наше предложение звучит следующим образом. О ней написано немало стихов, рассказов и сказок. Мы с вами еще раз убедились, что местоимение позволяет нам избежать повторов и сделать нашу речь более плавной. Давайте вспомним, на какие же группы делятся местоимения. Есть местоимения, которые указывают на того, кто говорит. Это местоимения «я», «мы». Местоимения, которые указывают на того, кому обращаются с речью. Это местоимения «ты», «вы». И местоимения, которые указывают на того, о ком или о чем говорят. Местоимения «он», «она», «оно», «они». Этот материал нам с вами пригодится при выполнении следующего задания. Будьте внимательны. В тексте необходимо выбрать, какое местоимение будет уместно в данном предложении. Итак, прочтем первое предложение. Люблю русскую березу. В этом предложении указывается на того, кто произнес эту фразу. В данном случае я говорю о себе, поэтому я оставляю местоимение я. И предложение звучит следующим образом. Я люблю русскую березу. Определимся с местоимением во втором предложении. Недавно были в березовой роще. В этом предложении говорится о нас, что березовую рощу посетили мы. Поэтому для второго предложения я оставляю местоимение мы. Недавно мы были в березовой роще. Какой Ваня молодец! Сколько подберезовиков нашел? Я указываю на Ваню, что именно он нашел подберезовики. И предложение звучит так. Сколько подберезовиков он нашел? Сегодня на уроке мы с вами закрепили умение работать с текстом. Учились употреблять местоимение для того, чтобы в нашем тексте, в нашей речи не было повторов. Давайте вспомним еще раз. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Местоимение мы употребляем вместо имени. Переходим к домашнему заданию. Открыв учебник на странице 97, вы выполните упражнение 166. Вам необходимо будет записать предложение, пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня на уроке, а именно заменить повторяющиеся существительные местоимения. Думаю, с этим заданием вы справитесь на 5. Желаю удачи, до встречи на следующем уроке. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – приемы устных вычислений. На уроке вы научитесь складывать и вычистать числа, оканчивающиеся нулями. И узнаем, как заменить их действиями сотнями и десятками. Рассмотрите числа, записанные на доске. Все числа, оканчиваются нулями. В математике числа, которые заканчиваются на ноль, называются круглыми. Обратимся к числам первого ряда и представим их в виде сотен. 300 – это три сотни, 500 – пять сотен, 100 – одна сотня, 600 – шесть сотен. Обратимся к числам второго ряда и заменим их десятками. 80 – это восемь десятков, 820 – 82 десятка, 370 – 37 десятков, 44 десятка. Этот материал пригодится нам в ходе урока. Найдем сумму чисел 400 и 300. Для этого представим наши слагаемые в виде сотен. Четыре сотни прибавить три сотни – получается семь сотен или семьсот. Аналогично выполним вычитание чисел 900 и 400. 900 – это девять сотен, 400 – четыре сотни. Девять сотен отнять четыре сотни – получается пять сотен или пятьсот. Перед нами разность чисел 120 и 50. Найдем ее, преобразовав числа в десятки. 120 – это 12 десятков, 50 – пять десятков. 12 десятков отнять пять десятков – получается семь десятков или 70. Как видите, все очень легко, просто нужно быть внимательным. Как из числа 300 отнять 60? Нам тоже помогут десятки. 300 – это 30 десятков, 60 – шесть десятков. Выполним вычитание. 30 десятков вычесть 6 десятков – получается 24 десятка или 240. Значит, от трехсот отнять трехсот отнять 60 – получается 240. Изученные приемы применим при решении задачи. Послушайте условия. В большом зале кинотеатра вмещается 120 зрителей, а в малом на 80 зрителей меньше. Сколько зрителей одновременно могут принять большой и малый зал? По условию задачи большой зал вмещает 120 зрителей, а малый на 80 зрителей меньше. Чтобы узнать, сколько зрителей вмещает малый зал, мы должны от количества зрителей в большом зале отнять 80. Применим изученный прием. 120 – это 12 десятков. Отнять 8 десятков – у нас получается 4 десятка или 40. Соответственно, малый зал вмещает 40 зрителей. Теперь мы можем узнать, сколько зрителей одновременно могут принять большой и малый зал. Сложим количество зрителей в большом и малом зале. Воспользуемся изученным приемом. 12 десятков прибавить 4 десятка. Получается 16 десятков или 160. Ответ задачи. Большой и малый зал одновременно могут принять 160 зрителей. Мы применили изученные приемы при решении задачи. Давайте вспомним меры длины. 1 сантиметр – это 10 миллиметров. 1 дециметр составляет 10 сантиметров. 1 метр – это 10 дециметров или 100 сантиметров. Поупражняемся в преобразовании единиц измерения длины. Выполним задание из учебника. Итак, 308 сантиметров представим в виде метров и сантиметров. Напомню, 1 метр – это 100 сантиметров. 308 сантиметров составляют полных 3 метра и 8 сантиметров. Значит, 308 сантиметров – это 3 метра и 8 сантиметров. Выполним следующее преобразование и узнаем, сколько же сантиметров составляют 3 метра 70 сантиметров. В одном метре – 100 сантиметров, а в трех – в три раза больше – 300. И еще 70 – 370. Соответственно, 3 метра 70 сантиметров – это 370 сантиметров. Обратимся к миллиметрам. 45 миллиметров составляют полных 4 сантиметра и еще 5 миллиметров. 15 дециметров – 8 сантиметров. Выразим в сантиметрах. Вспомним, 1 дециметр – это 10 сантиметров. 15 дециметров составляют 150 сантиметров и еще 8. 158. Мы с вами вспомнили, как преобразовать единицы измерения длины. Сегодня на уроке мы научились складывать и вычитать числа, оканчивающиеся нулями. Чтобы закрепить наши знания, умения и навыки, я предлагаю вам выполнить домашнее задание на странице 66, поупражняться в решении примеров номер 1 и решить задачу номер 2, аналогичную той, которую мы разобрали на уроке. Желаю всего хорошего. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин